Он мне тайно говорит, я говорю, скажу вам уже, я говорю, тут обратился, покаялся, у меня духовного роста никакого нету, я замерз на своем месте, я сейчас, говорит, объел пост, даже домашние не знают, я говорю, ты начни с малого, сегодня бритву отрежь этот шланг, провод-то, и выбрось ее, и бороду не трогай ее, Бог дал тебе, не прикасайся к ней. Ну а дальше начинаю объяснять, вот уже первый шаг сделан дальше, наведи порядок в своей семье, ты сейчас на молитву, а дети у тебя вверх разберут, Бог дал детей, чтобы ты их привел на небо, и если они пойдут куда попало, тебе дорога в рай закрыта будет. Почему? Иоанн Златоуст говорит, если одна душа, одна единственная погибнет по твоей вине, о священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться за нее, ибо за нее умер Христос, а их миллионы гибнет, и как будто никто не видит. Научиться надо, как Иоанн Златоуст говорит, присваивать, дарованное Богом, это сказано мне. Христос умер за весь мир, а ты скажи, умер за меня. Я тогда по-другому смотрю за меня. Выходит, я себе не принадлежу, нет, не принадлежишь сам себе. От рождения до смерти Он хозяин. И тогда вот с этой позиции, когда смотришь, оно как-то все время тебя подстегивает. У меня опыт жизни большой очень. Я напоминаю, когда в камере сидел я, мне в пяти тюрьмах приходилось быть, и я правила определенные имел. Подъем всегда в шесть. Там раньше ты не говорил, позже ты в шесть. Я всегда встал ровно в четыре. Еще до ареста я только просил, Господи, духа молитвы не отними. Меня даже сектанты спрашивали, а что это такое, дух молитвы? Попадешь, узнаешь. А у вас были люди? Были? А сколько стали? Как все? У меня ровно в четыре Бог поднимает. Два часа утренняя молитва. Днем я пять раз становлюсь, по часу, по полтора на молитву. Вечером отбой в десять, в восемь полная мертвая тишина, уже в камере все знают. Нашлось три человека на тридцать шесть, которые не курят. Они тщательно вымоют руки, я им даю Евангелие. Теперь они считают. Я лучшего часа выбираю, старший, так называемый пахан, он смотрит за всеми, они лежат. Чтобы никто не закурил. Там очень строго. Он считает, я объясняю. Охранники открывают камеру, из двух этажей собираются и стоят тоже там слушают. Мне Бог дал торжествовать во Христе Иисусе. Я ночью молюсь и не оборачиваюсь. А утром мне говорят, они говорят, вот вчера вы молились, говорит, сзади вас, на колени, там шесть человек становились. Или семь молились. Можем мы тоже встанем. Слова, которые Бог начинает притворять, когда я не вижу, а я ни одного не видел. Я просто встал, я замер. А там сзади негде. Вот так вот называется шконки, там в три этажа кровати где-то. Зайдешь, вот вы сидите, там еще меньше. Вообще негде. Я тогда подошел, спросил старший. А вот в этом промежутке, когда выключатель примерно, если я буду молиться, а тут дверь открывается. Никто не против? Да нет, отец. А один лежит напротив. Он лежит и мне в лицо дует. А мне повернуться некуда. Ну, это когда я не проповедую. Днем. Он дует ко мне в лицо. Ничего я этого не вижу. В аду будет больше дыму. Надо просто понять, что то, что сегодня Бог дал, это лучше, чем вчера было. И каждый день Бог дает все лучше и лучше. Вот мы едем и удивляемся. Вот я нахожусь с Людянкой, это нижняя конечность Байкала, а отец Геннадий Фас в Португалии, а служит в Абакане. И нам надо встретиться. Ни разу не созвонились. Мы минусинцы поднимаемся в одно утро, в Абакане встречаемся. Он только что прилетел, и мы вот они. Ну, можно сказать, случайность. Случайности нет. Все это придумано. Во-первых, он молился, он знал, что мы здесь. И мы молились. А дальше зашли в храмовую территорию, все сторожа, все говорят, да он в Португалии, его нету. Мы говорим, он должен быть дома. А как вы знаете, мы молились, и нам сказали, к этому сроку он должен вернуться. Постучали, и вот он выходит. Мы говорим о практической работе. Я не знаю, с какой местности, но можно уже договориться о встречах на занятиях. Вот о чем батюшка говорил о силе. Побеседовать человек, а два-три найдутся, чтобы обязательно были занятия. Занятия нет, ничего не будет. Занятия – это чтение. Почему Кирилл Мефодий, когда их вызвал царь Михаила, отправлял проповедовать, они спросили, говорят, а у них письменность есть? Они говорят, нет, это по воде, говорят, писать. Нужна письменность, нужны книги. Чтобы люди, оставаясь дома, сами могли открывать и читать. Для того, что нам как бы разрешено все библейское, которое утверждено, сенатальный перевод, 1876, вот это Евангелие, послание, все парения, псалтырное ощущение, это считается на русском языке. Но когда поется псалтырное, значит, церковь в славянском. То есть мы пошли самым щадящим путем. И дальше ни шагу ни шагули. Мы понимали, во-первых, дальше можно было учить уже, и люди, приходящие, больше половины знают. Ну вот так, первые христиане, ведь они на родном языке служили. И грузинам перевели на грузинском, японии на японском. На каком языке Касаткин переводил-то Николай? Или на немецкий, на немецкий, там, камчедарский язык, то он в Вениаминов переводил на их родной разговорный язык. Так что славянский язык, ну вот у нас, я говорю, как у нас. Если сказать, что у нас на русском языке, это неправда. На стартовом, на славянском у нас идет служба, кроме чтения библейского, так скажем, кто строго по синодальному переводу. Я другие переводы просто не принимаю, хотя я их знаю. То есть вы на службе Евангелия по-славянски не читаете? По-славянски нет, у нас прямо выходит священник к народу и считает на русском языке. Он выходит, ну, алтарь заканчивается, книга, и он находится уже наружу из алтаря. Тут же епископ, все это при епископе. А вот есть такое понятие, такое понятие есть у нас, что церковно-славянский язык, это язык Царства Небесного. Ну, доказать нужно. Доказать? Ну, сказал, ну, теперь покажите. Сказать я могу, что это язык Адама и Евы. Не надо выдумывать. Если язык Адама и Евы сохранился, то это у еврейского народа. И тоже в таких ассимуляционных, говорится, переворотах. К слову сказать, патриарх Кирилл сторонник русского языка, если кто не знает. Ну да. Да. И это благо. Но пойти, как Георгий Кочетков, не каждому дано. И поэтому Георгия Кочеткова сегодня никто не притесняет. Ну, церковь приемлит многообразие. Вот Янг Глатоуст. Он многого не видел до ссылки. Но когда в ссылку его отправили, он увидел. И там был Керцкий монастырь. Он немедленно этот Керцкий монастырь снабдит и отправляет их к своему народу. Пусть идут проповеды, они сидят. Вышла книга Сидорова. Он разбирает монашество. Конечно, для человека, который не считал подобного, покажется странным, как это православный человек так рассуждает. Он говорит, очень просто. К слову сказать, это мое мнение. В монашество шли люди самые сильные, самые крепкие, самые мужественные. Слабаку там было делать нечего. Это длинное моление, это встречи, караваны приходили. Ну, Аба-Дорофей очень хорошо об этом пишет. Но они живят там, никуда не выходили за стенами, не давая потомству, ходили в песок. И теперь мы понимаем, как Андрею Кураев пишут. К Андрею тоже по-разному относятся. Но он говорит многое правильно. Ну, нельзя так вот отбросить Андрея. Он ко мне приезжал, борол, все книги мои приобрел, к слову сказать. Вот. Он говорит, за шесть столетий, а Махамад, это Магомед, умер в 632 году. Не послали ни одного Кирилла Михайда. За шесть столетий, ни дней. И встретились впервые на полях сражения. А до этого налоги собирали с этих тоурегов. Что, хорошо? А когда уже встретились, слишком поздно. Он 72 битвы провел в Мухаммад, только две были оборонители. Все остальные уже караваны грабили. Ну, у меня вот открытый бок, там есть 18-й том, полностью посвящен Корану. Вот мы сейчас съездили, где отец Андрей, этот, Данил Сысоев был. К слову сказать, Данил Сысоев тоже по-разному относится. А для меня, он как-то и кого-то слышал, человек, не требующий никакой канонизации. Он, как сам говорил, убить, быть за Христа, минуя мутарство, войти в Царство Небесное. Он святой. И я, как понимаю, я жития святых не понаслышке знаю, их начитывал, симфонии составлял. За 2000 лет, может быть, никто так не любил мусульман, как он. Нет больше этого любви, кто душу положит. А у него дед был мула. Это его происхождение там татарское. Данил Сысоев, это герой нашего времени. Это исключительно смелый человек и оставивший пример, который пока никто не подхватил. То есть, замены ему пока нет. Я многое сказал о мусульманах. Я разбираю весь Коран, фасура моя, я там в сравнении с Библией. То есть, мой материал намного шире Данила Сысоева. Но у меня того опыта не было, я не боюсь сказать это. То есть, ну, не было у меня того опыта. Я с ним не работал. Я работал в тюрьме, где был, в лагере. Это был талант. Талант глубокий, проникновенный. И опять же, мужественный. Даже талант может быть мужественным. И когда мы желаем что-то сделать, всегда надо Бога спрашивать. Господи, а впереди кто вот это делал, о чем мы разговариваем? Да, всегда были. Говорит Павел, подражайте мне и тем, в ком видите образ Христов. Вот Даниил Сысоев, он оставил этот образ. Притом это, я не убеждаю вас особо другое мнение. Это на молитве дает Бог. Я бываю с человеком, даже не беседую. Встретились один раз, и он такого же мнения будет. Если ты знаешь отца Даниила, нехорошее что-то, ты подскажи, покажи. А если ничего нет, прими такой, как он есть. Для меня он святой, святой уже прижимый. А уж после смерти не надо говорить. Игнатий Игнатьевич, а вот... Я подхожу, чтобы право... Да, да, да. Вот как вы относитесь к защите Отечества в случае нападения врагов на Россию? Это вопрос не на простом месте. Да. Так вот сегодня, я переписывался, отец такой был, Лев Лебедев, слышали? Нет. Это очень крупный богослов, журнал Московской Патриархии, очень часто его большие материалы печатал, и это... И мы с ним тут вот так вот столкнулись. Он за то, что надо воевать. Но сделал оговорку. Если говорить о сегодняшнем положении, то я тоже постерег с него благословлять, кого защищать. Олигархов? Яхты их защищать? Или что? Когда мы русским духом, говорит, не пахнет нигде. Я бы подумал. У меня материал к истинному православию там есть, а я говорю вам, любите врагов ваших. Есть такие люди, ну и есть, значит, были, как Андрей Стратилат, Иерон Мученик. И там у меня приводится целая плеяда мучеников и жития святых, которые защищали отечество только молитвой и не шли на защиту. Я служил в армии, принимал присягу, но я Евангелия в руках не имел. Глупый был для безмерности. Добровольство пошел записывать, воевать в Алжир. Тогда в Алжир помогали где-то. Надо думать маленько было. Ну, Бог миловал, говорит, не попал в Алжир. Вот. У нас идут в армию, все до одного служат. Но на альтернативной основе, которая государством сегодня разрешена, идут, служат бородами, соблюдают там пост, и к ним никаких претензий нет. Оружие никто не берет. Говорят, кто-то защищает. Пускай защищает, но пусть он знает, что защищать. Хотя бы мысленно ответить. Почему Василий Великий говорит за убийство на фронте, ну, тогда на войне, два года отлучения. Значит, церковь Костина признавала, что это не христианское дело. А возможно ли, чтобы без этого защитил Бог? Бог защищает всегда. Притом от Василия Великий, он очень жесткий был в своих суждениях. И решения Василия Великого основывались на глубочайшем вере. Вы знаете, когда храм Ариане захватили, а потом православные его отбили. А война шла. И он тогда, Василий Великий, загадал загадку. Говорит, давайте запечатаем его на замок, и вы будете молиться перед храмом три дня. А потом мы будем три дня. И кому Бог откроет, того храм. А православные говорят, ну, они помолились, а Арианам что Бог будет открывать-то? И нам не откроет. Тогда что? Тогда мы им отдадим храм. Ну, тут все православные возмутились. С чего ради отдавать-то? И нам не открыло, и им не открыло, а мы отдавать. Так это показало, что мы нисколько не лучшие их, Василий говорит, что нам-то Бог точно так же не отвечает. И что мы будем бороться с теми, которые такие же, как мы? И вот они стали молиться. Ариане крепко молились, как жрецы Ваала, кричали, говорят, и прыгали, и кололи себя. Не открылось. Вы знаете, из жития святого Василия, когда стали молиться, вдруг раздался грохот. Рвануло вместе с косяками эти ворота. И половина Ариана уверовала. То есть Василий Великий, можем догадываться, он знал результат. Поэтому он смело шел на такое, что несправедливым казалось. Относительно службы в армии. У нас все так служат. Претензий государства к нам нет. А можно ли защитить это государство? Оно незащищаемо уже. Все. Я слышал выступления, которые от элитной части, там самые мощные были. Все сегодня. Все на Кубе, во Вьетнаме, базы все ликвидированы. У нас на Алтае самое мощное атомное оружие было. Все взрывают шахты, все это фотографируют. Там ничего нет. Над каждой нашей ракетой тройслойный щит американцев. Они вплотную подтянули. Ракеты, если одна ее не шибут, вторая, третья, ей не дадут взлететь даже. Защищаться некому и некому. То есть лишние жертвы. Раньше люди смотрели по-другому. Я убежден, что просто это не нужно. Я повторяю, к нам государство претензий на этой основе не имеет. У нас все до одного служат в армии. Один мальчик прещение должен принимать, а мы стали его исследовать. Он в армии не был. А почему? Ну, я нуареса-то под себя мочился. И его брали, и он так делает, его не берут. Тогда я пошел к военкому и говорю, вот если такое случилось, что ему будет? Он говорит, да ничего не будет, заберем в армию все. Вы обещаетесь, да? Вот если я вам сейчас выведу такого дезертира, назовем его, он уже два года просрочил, а я привел его там, в углу там, оставил его в гражданской одежде. Он говорит, да ничего не будет, отслужит. Ну, мы пошли, тогда я его взял и вывел. Ну, вот Алексей пришел. Теперь хочет нормально. Но в то время еще он был не готов. Он принял присягу, отслужил, вернулся, тогда преподали крещение. То есть сегодня у государства подход к нам вполне лояльный. А правда, что вы крещение не признаете? Как? Таинство крещения не признаете? Ну, правда ли это? Если человека крестили не погружением, а обливанием? Или это... Понимаете, здесь опять два вопроса. Допустим, к примеру скажем, я узнал, что вы крещены обливательно. Но я таинство через вас признаю. Это признано столетиями назад еще. Под благословение подхожу, но вам все время буду говорить, батюшка, примите полное погружение. К нам приезжают эра, монахи, священники, заслуженные протеереи, принимают полное погружение, возвращаются и дальше служат. А почему? Жития святые, Мальчик один, по недосмотру, еврейский мальчик, причастил. Самый даже не крещеный, не христианин. Что делать? Ничего не делать, обращать и крестить. Сегодня, знаете, сколько на этом играет. Вот мы приехали, где мы были, в Белово, от Белова. Там же такой отец, Петр, служит. И вот там дьяка начал доказывать, а в Новом Завете написано, что крестить песком можно. Вот в песочную пошли, батюшки какие. Не написано от песка и духа, но от воды и духа. Нет, написано, я говорю, это написано в Духовном Луге, 178-я страница. Что они шли в пустыне, и еврей заболел, и они его, ну не имея ничего, взяли песком, присыпали. Но когда пришли, вот на этом раз, он крестился, ты наполовину рассказ не прерывай. Дальше говорится, когда они пришли, и епископу Дионисию сказали, он говорит, не выдумывайте, идите вардан, крестите. Почему до конца-то не доканчиваете? Весь ваш песок, глаза только запылить. Креститься надо полно. Слово крещение имеет только одно произношение, баптизанта, с другого нету в оригинале. Погружение. Погружение нет, крещение фактически нет. Мы об этом говорим сегодня много. Крещеные наследуют Царство Небесное. Как? Не крещеные наследуют Царство Небесное. Не крещеные многие наследовали, такие как разбойник на кресте, такие как сопровождавшая Георгия Победоносца 70 человек. Они уверовали, крещеные в крови, как называется. Пророк Илья. Да. Это Ветхозаветнее. Проклятый? Нет, не проклятый. Он не был о крещении. Ну. Мы говорим о крещении. Но он был обрезан, конечно, о крещении. Иоанн Претеча. Да. Иоанн Претеча. Кто его крещение? Все они были обрезаны иудеи, а обрезание прообразовало крещение. Вот патриарх Алексей Второй, у нас материал там есть такой, он говорит, я уже сказал, чтобы крестили в полное погружение. Полтора года прошло и приходили на собрание. 98% священников как будто не слышали. Продолжают ладошки, сейчас кропья отходят. Католики и то уже перестают кропить. Ну, что вы делаете? Что, воды не хватает? Понимаете, какое таинство? Какое великое Кирилл-Урсалимский говорит, что человек скрывается от света, он умирает. Выныривая, слово выныривая, как ты на кафельном полу стоишь выныривать можешь? Выныривая, он рождается заново, видит этот свет. Ведь у нас больше ни одного нет, который был в крещении в полное погружение. Вот в прошлую субботу крестил в реке Режь. В? Да, сподобился. Аллилуйя. Вот. И как не хотят люди умирать, то есть приходилось их туда давить. Не хотят, они прямо вот усиливаются, умирать не хотят. У нас были такие. Надо про детей, про детей, дети. Мы заранее приводим. Мы приводим. И он, взрослый, крестится вот у нас на форуме, если он так присаживается, сектанты берут на спину и опрокидывают. Я их спрашиваю, вы крестите так? Это сектанты берутся. А почему вы крестите не в смерть Христову? Как не в смерть? Вы в положение в огроб крестите. Так в огроб кладут. В огроб, да. А Христос, вот допустим, человек-солдат бежит, его ударил, он упал лицом вниз. Христос не мог упасть, он прибитый. И он умирал стоя. И поэтому у нас крестится стоя в смерть его. У нас даже внешне отличается от сектанты. А они все горят на спине, я говорю, положение в огроб. Так они, знаете, на них страх напал. Так а почему же у нас все так делают? Да потому что вы вне церкви, вот в чем дело-то. Нам легко рассуждать, потому что у нас наследие церковное 2000 лет. Я думал сейчас что-то сказать. Я смотрю, а Иероним Средонский сказал так, Варнава сказал так, Киприан Карпагенский. Мне не надо выдумывать. Вот один сектант подходит, давно знакомый. Скажите, а вот у вас если проповедник впал в блуд, то чего вы с ним будете, священник? Священник сам снимается. Но причащаться он может на другой день, потому что два наказания нет. Если это Мирянин, то в зависимости от блуд, от электролюбодеяния, от 7 до 12 лет. Ну, каковы правила Василия Великого? Ну, а как нам быть? Да вам какая разница в вас всегда? У вас правила нет. Ну, просится он проповедовать. Но они решили его на 3 года отлучить. Через полтора года его приняли. Он опять то же самое впал. Он опять пришел, говорит, а что сейчас делать? Я говорю, есть такое выражение, за хвост да в яму. Зачем тебе это узнавать? Он все равно никто. Конечно, и сказать так, как один батюшка сказал, вот, у вас самые хорошие сектанты, они хуже самого плохого моего заболдыги пьяница. нет, но основания должны быть для этих слов. Заболдыгу пьяницу не обратишь, если он пьет, а сектант, если он трезво живет, он может обратиться. Я с ним могу беседовать, у него Слово Божие в руках. Я имею опыт, очень большой. В одной общине я проповедовал, 450 человек, все до одного, сказали, мы готовы сегодня же перейти в православие. Понимаете, это Дух Божий делает это дело. А человек, который не просыпается, у него ничего, не голова не соображается. Почему вы тогда не дружите с властью официальной, церковной? Как? С епископом Барнаульским, почему вы не дружите? Ну, вот видите, почему он хотел на вертолете встретиться? И вот из-за этого вас называют сектантами. Нет, не так, батюшка, я сейчас поясню немного. У нас день в деревне, в этом, так, батюшка приехал, это было мая 14-го, ну, бывает, после 14-го мая. Я понес, отпечатал лист и понес пригласитель на главе администрации, губернатору, там его помощник, которые бывали у нас в Потеряевке. Зашел знакомый там в ФСБ, прокуратура, мэр у города. Ну, все приняли там, а я их не видел, секретари приняли там. Прихожу в епархию, а у них там, где-то там на улице сторожка потом и дальше идти. Я говорю, примите, пожалуйста, передайте епископу. Что отвечает? У нас бумаги принимают раз в неделю с 9 до 10 в четверг. Бумаги раз в неделю. Да такого нигде нету. Я не могу бумагу передать, пригласить епископа, дорогого, ко мне в гости по благословению батюшки. Я стою и не ухожу, они не принимают. Я это ему все выскажу, потом епископу, Максиму. Почему вы, не бюрократы даже вы, а даже такого слова нету. Бумагу принимают в любой организации в любой день. Они его зафиксируют, ну, может тебе даже печаль на твою копию наложить, входной документ. Здесь вообще ничего нету. Ну и как я могу добиться до него? Теперь епископ. Когда нас благословил, я создал симфонию на житие святых. Это мой труд. Она очень высоко ценится у священника. Легко любого святого найти и главное событие, по событиям. Ты вспомнил, вода пьет. Так, слово вода, если где встречалась, в каком житии. Видели, может, эту книгу? Житие на... Это симфония на житие святых. Нет. Синенькая. Это можно показать было даже. У нас симфония на священное писание. Симфония на житие на 12 книг. Это впервые она создана. Я ее создал. Несколько лет. И вот... Ну там есть и житие святых. И там написано. Когда я был у епископа, епископ Максим благословил. Но впереди благословил. И там написано два благословения. И стихи, и Максима. Книга выше. Что такое книга? Я трачу 5 лет работаю над ними. Чтобы составить это, я почти на 10 раз прохожу 12 томов. Это чуть не 120 томов. Это даже вообразить нельзя, какой труд. Теперь. Я плачу деньги. Я заполучила. И теперь мне надо передать ее епископу в дар. Я не могу к нему пробиться. Он вообще не... А который до него был епископ, тот приходил на дом. Мы обедали вместе, на машине ездили. К этому никаким путем нельзя. То есть никак. Его благословение стоит. Я не могу передать. Я передал только, когда сейчас наш епископ был. Мы встретились. Спустя 8 лет я только смог передать. 8 лет я не мог пробиться. Ну все нормально. Наш епископ ответил, если бы сегодняшний Максим поступал, иначе картина была бы другая. Вообще никак. А почему он так поступает? Потому что такое он от рождения. И написано, как тогда рожденный, по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Причин никаких нет совершенно. Если были причины, он бы назвал. Между нами было бы конфликт, мы вообще не встречались. Вот пример. Просто он не хотел. Он не хотел. А я сейчас объясню. Прощенное воскресенье. Покровский собор. Московская патриархия. Мы каждое прощенное воскресенье всей общиной приходим туда. Так же становится, так же все подходят. А священников там бывает 48, под 50. Огровная лента идет. Где в Барнауле? В Барнауле. В соборе. Потому что он епископ всех собирает. Ну, все проходят. А мы стоим до конца. Как только все проходят, уже мы не толпимся. А тогда у нас первые идут мужчины по форме все. Идут женщины. А там спрашивают, с какого монастыря? С какого монастыря? У нас все под клаточками. И все подходят с детьми. И мы выходим на улицу. Мы поворачиваем сразу направо нам идти, а семинария епархия налево. Мы повернули на эту сторону и остановились. А у нас маленькие такие квиточки. Наш сайт. Там написано. К истине. Один народ русский. Больше ничего не написано. Ну, 3W впереди. Какой? Криминал-то. Это мой сайт, на котором 12 томов златоуса начитано. 12 томов жития святых. 5 томов добротолюбия. Студенты нас окружают. Семинаристы. Среди них стоит священник. Один из них подходит. Вы-то что раздаете? А раздает Игорь. Он чтец у нас. Ему 46 лет. Седая борода. Подрясники у него. Камиларк. Он такой солидный из себя. Могутный просто. Ну, студенты-то эти, семинаристы. А другой подходит. Что ты им разговариваешь? Да дай ему в морду. А тот прям на Игоре выступает. Козел ты. Дурак. Это семинаристы сегодняшние, которые выходят и прощенные воскресенья. Священник рядом стоит. Наши сестры. Ну, хоть какие отношения. Ну, прощенные воскресенья. Даже отпечаток наложить-то. Я говорю, вы что делать? И мы же только что от креста, от епископа Максима, все отошли вместе. На меня они никак не сказали. А на него наступает до драки. И ничего нету. Теперь, когда мы встретились, ну, один стоял там, алтайец, он молчал. Мы сидим за столом. Тут два епископа. И у него фотографии эти. Семинаристы, видать, отличники. А я их узнал сразу. Я говорю, владыка, вот это вот, вот это вот, ваши лужи, это волчатник. Вы лютых волков готовите, вы за них ответите. Это нормальные ребята были до тех пор, пока не поступили в семинарии. Он еще не священник. Следующий Ахмед давит и не может зайти. Сколько? Восемь человек. Рано. Как только десять человек. Молу вызвали, считай. Он посчитал десять человек. Все. Следующего воскресенья, в пятницу, они выводят на обсуждение, строят новую мечеть. Десять человек не вошли в мечеть, не могли войти. А у нас надо, не надо, каждый в дворе готовый часовник, храм ставить. Господь сказал, заботитесь о храмах духовных. Если в этой души не пробьемся, ничего не будет. Иеремия говорил, вы говорите, храм Господень, храм Господень, храм Господень, а друг друга поедаете. Это нужно Богу? Люди сегодня тоже пытаются прикрыться храмами. Прекрасный храм, красивые купола. Все. Заходим, пусто. А что службы нет? Да народ не ходит. Как? Совсем не ходит. Ну, приходят постоянно шесть человек. Как шесть человек всего? О, да как дело лучше. Ну, в Москве народу больше только что. Положение аховое. Я говорю, как бы, на два слова, это язык, а что можно сделать? Вот сейчас, знаете, в Христа спасители, там девки забежали, там поднимали ноги, кричали, Пресвятая Богородица прогони Путина. Это молитва их такая была. Ну, и там сейчас стояли, там патриарха себе объявили, и меня спрашивают постоянно отовсюду, а что бы вы сделали? И что интересно, мы сейчас были вокруг храма Христа спасителя, обошли, и везде мы стояли, с каждой стороны молились, поднимали руки и землок кланились. Спросили мира, чтобы Бог благословил и президента, и патриархи. А одна сторона закрыта, не пускает. Там кнопка. Мы нажали, охранник вышел. Мы говорим, откройте нам, нам с четвертой стороны надо помолиться. А кто вы такие? Мы сказали, ему визитку дали. Они открыли нам. Мы зашли, вам, говорит, на паперть надо? Я говорю, нет, ну и на паперть и там. Мы помолились и ушли. И спрашивают, а что бы вы сделали? Я знаю, что делать надо. И когда я стал говорить, что нужно делать с храма Христа спасителя, ни одного возражения по сегодняшний день. Я говорю, нужно было собрать деньги на один огромный амбарный замок и на храм Христа спасителя повесить. Все эти машины выгнуть из-под него. И начать молиться. Храм осквернен, три месяца он будет стоять, ждать освящения. И молиться день и ночь на улице, в любую погоду. Сердца народа всех прилинут сюда. Народ всегда на стороне страдающих. А в Библии написано, когда Павла схватили, видели, что он вел Трофима и осквернил храм. И храм-саду был заперт. Вот что нужно было сделать. А вы начали воевать. Девчонок этих, не девчонок этих, так называют, на букву бы, а посадили их там. А теперь за них и Невзоров, и все там, что в интернете делается. Народ разделили. Их трогать нельзя было. Там зловоние одно. А вы лучше говорите это. Надо только было молиться. И Бог повернул бы все по-другому. Так а почему так не сделали? Меня никто не спрашивает. Я не патриарх и не помощник его. Я только определенно знаю, конструктивная программа начинается с себя. Я должен каяться, я должен молиться. А остальное Бог усмотрит. А они несчастные. Кого сажать-то, когда они одной за две недели до рождения ребенка, они пришли там где-то на Манеж, разделись до Галаи и совокуплялись. И все нормально. А то вообще даже высказать нельзя, какие же это люди. Кого трогать, а там прикоснуться нельзя. А они сидят, а сейчас за них все больше и больше в интернете все. Узницы совести. Узницы совести их называют. Да, совести. Откуда мы совести? Нет, их официально объявили. Узники без совести. Это мы так говорим. Выход один. Выйти с народом на страдания. Давайте задавайте сразу. Игорь Игоревич, вопрос. Организация общины. Общий опыт какой-то можете нам рассказать? Я подожду. Я про дорогу еще продолжу. Я ближе подошел. Надо давать. Вот организация общины. По сути дела, я вообще разговаривал с Рижевскими, с Артемовскими. Как такового костяка не наблюдается? Нет. Какой опыт можете? Что можете сказать? Как вы организовали вообще? Повторю, повторяю. Третий том открытым окон. Пособие для изучения Евангелия от Марка. Этот человек пойдет на занятия? Будет. Пойдет. Вы пойдете? Пойдем. Все. А остальные, кто придет, не придет, это уже не столь важно. К этому мы только вести занятия три раза в неделю по два часа. А у меня опыт действительно очень большой. И община очень быстро начинает перерастать. Вот сейчас они приходят и спрашивают. А вот вы что бы сделали, вот этот храм вам отдали? А храм туда туристы, туристы. Я знаю, я люблю замок. Я сам заперз замок на замок. В храм никого не впускать. Во церковной ограде начал бы занятия вести. Проповедовать. А уже через неделю по одному человеку впускать, который приносит покаяние. То есть церковь обновляется. Мне пришлось беседовать в одном храме. Там и романах, и священник. Женат это. Правда, у него не женатый, а целебат у него был. Один с высшим образованием, слово сказать, психолог. А другой, так, без образования. И Господь коснулся их сердца, и они уверовали. Вам странно это слышать, как священники уверовали. В Евангелии написано, что многие священников уверовали. И они вышли перед народом в собор и принесли покаяние. Мы вас учили, мы сами неверующие. И дальше стал священник исповедоваться перед народом. Когда приходите, какое у нас чувство... Вы посмотрели, что с народом было. Священники не видели. Весь храм рыдал. Это самые последние старушки. Они сказали, в этом посту, великий пост, они на первой неделе вышли. И причащать, исповедовать не будем. Только на последней неделе. Несите, у кого есть вот эти волшебные молитвы. Исцели. Они, говорят, вот такие две стопы принесли. Потом, во дворе это сожгли. На последней неделе тогда начали исповедовать. Церковь сразу вся обновилась. Это было в 249 году. Пришел царствовать Декий. Три года всего царствовал. А церковь в это время начала обмерщаться. В институте, дома, вот это все. Он как ударил, одна пыль пошла. Но уже через три года церковь полностью обновилась. И количественно возросла. И он на фронте погибает. В 251 году он уже умер. Все. Нам что ждать от Бога? Повторение истории. Это все проходили уже. Меня иногда спрашивают. А вы верите, что возможно возрождение? Веры нет у меня в это. Нечего. То есть признаков нет. Но Бог всемогущий милости. Бог может так внезапно сделать, как даже не ожидаешь. Вот мы сейчас в одной библиотеке были. И она, видимо, щувашка или кто там она, башкирка. Шваксарыч. Ага. И вот она, представьте, мы так уже дорогой рассуждали. И брат Игорь говорит, похоже, что она недавно директором стала. Она как будто бы сидела и нас ждала. Бывает там смотрят книги, какие отзывы, кто благословил. Все. Это ничего. Она сразу же встала, телефон так с фотоаппаратом. Девчата с ней молодые. Фотографируй. Давайте с вами сфотографируемся. Вышла, коляски выхотели, книги берут. Она на шаг не отходит. Вот сегодня мы были в храм на крови, и там вот, которая подписала, я не знаю, это родная сестра только может так относиться. Ну, мы где выезжаем, везде просим помолиться. Она в обстановку. Вот едешь вдоль дороги, эти памятники, как на кладбище. Непрерывно. Ну, машина новая еще неизвестно что. Помолитесь о нас. Ее как, Наталья, что ли, звать вот эту? Она на шаг не отходит. Она вот такую благодарность выписала. И в другую комнату. Давайте на фоне храма Христа Спасителя, давайте на фоне святых мучеников сфотографируемся. Для себя, для своего интернета где-то. Люди разные. А другая, она даже возьмет, и как будто отстранена где-то. Мы одинаково молимся, одинаково просим. А результат настолько разный. Даже, ну, не выскажешь. Ну, Володя отвечает. Выход только один. Я другого не знаю. Это заниматься Словом Божиим. Самое благоприятное, если батюшка будет здесь присутствовать. Ну, не каждый день, но желательно, чтобы был здесь. А если батюшка попротив будет, это в его стороне плюса не будет. Люди, во-первых, занимаются согласно Слову Божию. Еще он, по апостольскому правилам, все. Батюшка, почему так говорите? Вот мы соблюдаем эти правила и не запрещаем. Не все. Ну, хорошо. Не все. Хорошо. Допустим, вы сказали не все. Я хочу услышать, это мне очень полезно. Какое правило в нашей общине нарушается? Давайте что-то. Шестое Трульского собора правило, что мы должны, не должны кушать с еретиками вместе. Если вы в кафе остановились... Не останавливаюсь никогда. То есть не должно... У нас никто не останавливается. А если кто останавливается? У нас нет таких. Мы в лесу разводим костер, сами приготовим пищу и все благословим. Нет, я говорю, я про вас ничего не говорю. Потом в Господь сидим, потом в святую воду. Не говорю. То есть в баню не ходить, в кафе не останавливаться. Мы не нарушаем никто. Значит, надо из мира уйти. Не ушли, а мы в мире. Вы видите, как сами... Нет, у вас мир свой. Вы не ушли. Вы создали свой мир. Как же, я в каждой библиотеке выступаю на площади. Но вы же вот входите, а потом опять потеряю вкуп. Я должен сохранить себе свой вкус. Вот. Обязательно. Это разные вещи. Это разные вещи. Вот, допустим, не положено, и мы знаем, не положено, и мы на это не идем. Вот, допустим, я вам скажу мое отношение. Вот этот пост, Петров, он не нужен совершенно. Он не нужен. Его нарушают 90-х больше процентов. Дальше. Он назначен с определенной целью, чтобы благословить апостолов на проповедь. Вот мы, правильно постимся, мы вышли на миссионерскую работу, по стране едем, но это единичный случай, может, за тысячелетия, чтобы так массово идти, и, говорится, сеять уже. Но есть такое выражение, не обидеться только без дураков. Он пост, и поэтому у меня в лагере даже растительное масло каждый день смотрим, можно или нельзя. Я православный, игра закончена. Я строжайше выгоняю себя во все каноны. Он не нужен, я понимаю. В 9 веке установлено, еще до 9 века не спасались. Но это мое личное мнение. И я строжайше исполняю все, что написано. Я православный. И не дай повода, мы нигде не нарушаем. Батюшка сказал, Трульский собор, я ему сказал, мы не нарушаем, так еще какое. Нет, я именно это говорю. Я же не про вас. Я вам скажу, что сегодня... Нет, я вас не обличаю. Я говорю, сейчас невозможно так жить. А вот мы живем. А вы? Вы живете? Я не поясняю. Смотрите, батюшка, позвольте сказать. Если с Устиняновыми правилами, 989 правил сегодня, но действующих, которые работают, 719 правил. Из них 413, правил ежедневно в храмах нарушаются. 57 процентов. У нас в общине ни одного не нарушается. Почему? Мы поставили задачу, мы православные, мы не имеем права нарушать. Иначе фикция остается. Мы обязаны соблюдать посты, мы обязаны все, что нам церковь предписала. А службы? А службы вы служите полностью? Полностью. Полностью. Канон на 24. Все считается, все. Ирмоса. Я батюшке говорил, первый час, когда прийти, покоим, потому что она говорится, вы убираете шапки, выходите. Мы все это исполняем. А бдение сколько длится? Всех, ну праздник. Сколько? Бри по времени. Ну бдение по времени. По времени? Ну сколько? Ну два с половиной часа? Нет, нет. Это мы два с половиной часа. Вы про счет спрашиваете? Два с половиной. Про службы я спрашиваю. Какой, какой? Вечерний, утренний? Вечерний, утренний. На вечерний читается. На Господи возлаг стихиры. Насколько вы читаете? Я сейчас не могу ответить вам. Но я знаю, что я сейчас в субботу... Нет, два с половиной часа это и мы служим. Два с половиной часа. А если все вычитывать полностью по канонам Федора Студита? По Федору Студита? По Федору Студита? Мина пять или шесть? Пять-шесть часов. Минимум. И то быстро. Так что мы нашли, в чем нарушаете? Там и не будем. Посмотрите, служба Якова была в восемь часов. Василий Великий сделал четыре часа. Янглатауста довел полтора часа. А Никон ее еще уменьшил. И все это правильно. Народ слабеет, и поэтому речь идет о службе. Никакого нарушения здесь нет. Там вложено все. И в Харичистический канон соблюден. Там даже есть то, чего не было изначально у Златоуста. Это вот, да, не было. Кроме того, в каноны, в эти, которые на 413, что вы назвали, это не входит в каноны. Нет, нет, нет. Это церковное правило. Это, кстати, отцеживание. Вот батюшка у нас высчитывает это все. Я говорю, батюшка, это высчитывает. А вы не боитесь вот при такой праведности? Ну, вы-то ладно. Но вот а люди-то не повредятся ли вот такой вот святой жизни-то? Не возгордятся ли они? Тут вопрос можно в обратном порядке поставить. В первую очередь, те, которые к нам приходят, люди, они знают, куда пришли. Вот сейчас говорят, патриарх Кирилл говорит, нужна обязательно катехизация. И везде катехизация, катехизация везде. На храмах навесили. Сколько? Два занятия. Окей, два занятия. Ну, там по часу бывает где-то все. У нас 450 академических часов. Этого нигде больше нет. 450. Мы проходим новый завет. Ветхий завет захватим. Противосектантская. И тогда комиссия, то есть комиссия это члены церковно-приходского совета, а ему дается в самом начале в оглашенные два, которые помогают ему, поручители. И тогда церковно-приходской совет решает, как он отвечает на вопросы, готов или нет. Не готов, отказывается еще надо. Нет, это вы, вы не путаете катехизацию с согласительными беседами, это разные вещи. Так, повтори, сейчас напачкай. А катехизация и огласительные беседы, это разные вещи. Ну, видите, разные, они об одном и том же. Огласительное, что его оглашать, когда он еще... Нет, катехизация это оглашаю и переводится... Нет, катехизация это же... Ну, катехизация как переводится слово? С греческого языка. Оглашаю. Оглашаю. Нет, ну, понятно. Ну, что же злобая. У нас-то смысл другой. То есть можно крестить, а потом оглашать. Нет. Так или нет? Научаю. Научаю вере. У нас... Катехизация это научать вере. Все. Да. Ну, уже научать вере тех, кто уже крещен. У нас оглашенные, у нас идите и выходят. Допустим, парень один... Нет, ну, есть такие, да. Но так не должно быть. Нет, так есть. Я не говорю. Но так не должно быть. Батюшка, у нас один бороду пострел, он два в коридоре стоял, пока борода нет. Ну, давайте, я буду стоять. Молодец. Давайте я встану, где стоять. Мы когда стали говорить, а там один священник, он все выслушал, так если так рассуждать, я сам должен выйти соглашенными. Ну, да, должен быть тебе... Ничего особенного нет. Если ты за собой знаешь, есть самоосуждение где-то, самоотлучение. Выйди. А тогда действительно замок надо на храм. А у них другие какие-то правила. Ну, пожалуйста, я выйду с оглашенными, ничего особенного тут нет. Какая обида? Никакой обиды нет. Так вы и так вместе с оглашенными все время стоите, хоть и верный. Да, я не буду стоять. Привычка у него такая. Не творишь, что ли? Ну, он на литургию заходит. Мне удобнее, я дверь открыта, я слышу, поближе. И кроме того, я староста, я наблюдаю, кто заходит. У нас просто так, не зайдешь. Один написал статью, хорошая статья. Папаец, говорит, в общину Кладкину, ни на сколько не легче, чем отряз космонавтов. Вот так. То есть у нас кто попал, а чтоб ходили, вот у нас служба начинается. Так, без семи, заходим в храм, свет мигнул, все заходят, встали. Батюшка Болтарь зашел. Семь минут, мертвая тишина. Почему? Вот были молитвословы Алексея Первого, патриарха. Не торопясь, написано, не борзясь. Приведите счастье в состояние. И мы настраиваемся, чтобы батюшке было настоящее огненное служение. Чтобы мы вспомнили благодарение Божие за неделю. Через семь минут открывается врата, теперь началось моление. И мы когда дома молимся, дома, в домашних условиях, вот мы сейчас едем дорогой, и время молиться. А мы вытаскиваем два как коврика, как мусульмане, в палатке. Прямо дужно. Становимся на молитву, молимся, потом поднимаем руки, на каждом месте мужи без днева и сомнения, земной поклон. Если мусульмане рядом, мы близкие, они никогда в обиду не дадут молящимся. Да, я знаю. Они очень любят, когда молятся люди. Это мы... Теперь, батюшка, в конце, когда мы закончили молиться, а то у нас и так. Нет, о чем трогать. Посмотрите, какая последняя молитва. Нет, ну, нет. Батюшка, последняя молитва, когда мы уже сто поклонов совершили, прочитали, помилуй имя Божия, живую помощь, и все. Родных, близких, живых, за умерших. А потом поднимаем руки и молимся. Господи, услыши молитву всех, молящихся на небе, на земле, и нашу молитву соединись их молитвами. И прими молитву всех, кто молится о нас во благо, и нашу молитву, а всех, кто запретил о них молиться. Прими, Господи. И после этого говорим, Господи, говори, слушай, траптуй, Владыка. И молча стоим несколько минут. Что Бог положит на сердце? Никакого голоса нет. Но Бог дает такое единомыслие, и вдруг сразу какие-то мысли приходят. Мы стоим каждый раз и молча просим, а в полной тишине после каждой молитвы. Откуда это взяли? От от Торка Самуэла. И когда он его научил, Илья говорит, говорит, Господь, ты скажи, говори, Владыка, слушай траптуй. Я хочу слышать его голос. Голос через совесть. Я не слышал меня долго. А у апостола Павла ходили там, тоже им говорили-то духи. Они говорят, вот сии рабы Вышнего, их послушайте. А им тоже духи говорили. Да как говорили, что они говорили? Павел Панаш, это духи прозрительные, которые после его ухода будут говорить напротив. И сразу, и дух вышел. Нет, а могут те духи прийти. Знаете, вот при всем множестве. Вот мы поехали перед тем, как батюшка нас маленько тормознул. Значит, в субботу все испомидуетесь. В воскресенье мы причастились. Батюшка покрапил нас водой, собаку нашу. Теперь мы захлопнули дверь, поехали. У нас такая мощная подготовка. И каждое утро просто расцветая вода. И на нас молятся все, сколько они не проехали. Так что к нам, враг, просто так приступить. У вас есть один недочет. А? Один недочет у вас есть. Да почему у меня не много недочетов? А много? Мы для этого приехали поучиться, рассказать, замучиться молитвой. На каждом шагу эти, батюшка, недочеты. Кувыркаемся. Вот зато узголь, сколько раз упал, столько вставай. Вся наша радость, Господи. Самое страшное отчаиваться, вот что. А вы царские дни-то признаете? Вот сейчас царские дни у нас. Кого? Память царственных мучеников. А вы остаетесь? Нет, мы завтра рано утром уезжаем. У нас назначено уже в Тюмень, дальше в Тобольск едем. И оттуда домой. Нам сегодня отмыться еще надо. Ну а царскую семью-то вы как бы почитаете? У нас служба специальная есть всегда. Сейчас нас наградили, там такой пакет дали литературы в этом храме на крови. Наградили. Когда еще о царственных мучениках разговора не было, батюшка, я за них уже страдал. Я выпустил материалы, как их мучили, как расстреливали. И КГБ меня пилило, шею меня отпиливало за них. Да кто такой царь, да кто? Он святой. Когда не был канонизирован, я уже молился его много-много лет. Мы любим царское семейство, батюшка, слава. А Александр Второй святой? Его не канонизировали, Александр Второго. А он умер тоже так. Бог его знает. А Александр Третий? Церковь не канонизировала, скажу так. И поэтому в частном порядке твоя совесть может его канонизировать. Вот некоторые спрашивают сегодня, а как считаете, а вот Григорий Ефимович Распутин святой или не святой? Ну там иконы. Иван Грозный. И что, да. Сталин. Сталин. Сталин и там все. Поэтому дело совести. Я сказал об одном человеке, который мое сознание канонизировало в ту же минуту. Это Данил Сосоев. Для меня он святой, мученик, герой нашего времени. Никто так не любил мусульман. Я мусульманам когда говорю, они поверить не могут. Вопросы кто-то хотел задать? Давай. Давай. Давай, дядя. Задавай. Да далеко уж в уши от крещения. Про крещение, когда говорили. Гори, Грунч. Грунка. Процесс погружения. Вот его туда, а он не хочет. И хоть руку, хоть ногу, но выставит. Окно. Все равно ведь и... Дьявол уцепит. У нас была одна такая, стали ее крестить. И она ноги... Не, у них как ноги, сделались как деревянные. Она не как батюшка его так вот, с горбатила, нагнула. Потом стали показывать. Ты что делаешь-то? Она в ужас пришла. Так это я так, ты так. Я же говорил накануне, зайдите в воду. Ну, почему вы воды панически сгибаетесь? Бывает. Бывает такое. Ну, было вот... Бывает, но все равно. Ну, они полное погружение. Батюшки сильные у нас. На крещение было. Если это сто поклонов будет, то еще сильнее будет. А у нас, братец, там нет, что батюшка за себя руки не дает. Она впереди стоит и... Мы благодарим Бога, что мы христиане. Мы все время благодарим, что мы православные. Быть православным, это не просто радость. Это особое избранищество. Я все время с сектантами. Какие они сироты. Некуда обратиться. Без истории. Сослать каких-то там бакмелдеров. Собирают кого-то. Да ты сравни с карфагенским Киприаном. Да посчитай ты Григория Низского. Терилла Иерусалимского. Это алмазы. Игнатий Игнатьевич, вот вам обидно, когда вас сектантами называют? Я не обидно. Я сектант и есть. Когда говорят свидетели Иеговы, говорят, это мы свидетели Иеговы, а вы никто. Говорят баптисты. У нас один баптист, как в общине, батюшка наш. Он крестит. Креститель означает, он крестит. А вы адвентисты. Да, мы адвентисты. Мы чтим Новую Субботу, которая есть в воскресенье Христово. Мы все, как бы ни назвали, пейсятики. Да, мы трудимся в Духе Святом. Мы настоящие пейсятики, а вы сектанты. То есть мы любое название примем к себе. И из него покажем, что в нем много есть хороших. А не любое, а скажут, вы еретики? Никогда. Это, знаете, это авагафон. Любое примут, только не это. Нет, это потому что любое заблуждение, там, ну, там назвали блудник, убийца, это немощь в плоти. А здесь добровольное отвращение от Церкви Христовой. Это никогда. Чтобы не отойти от Церкви, вот я себя знаю, я никогда не спорю об исхождении Духа Святого. А Троица, почему Церковь утвердила, я заучил, единосущая, нераздельная, и все, разговор окончен. Никогда. Почему? Это та тема, где утонули очень многие. Я видел, в конце туда следы дошли, а выйти никто не смог. Я вот 50 лет, это еще будет 27 сентября, как я в руки получил Библию. Я ни разу не коснулся этой темы. Я просто ее повторяю. Аминь, сложил руки, воздал, слава Богу. Все. Вот, Игнарий Тихонович, мне обидно, знаете, за что? Вот было бы у вас благословение епископа Максима, вот у нас благочин, отец Моисей Алапаевский, вот он говорит, вот было бы у него благословение, я бы всех священников собрал, и мы бы пообщались. Вот видите как, вот вы... Почему он считает епископа Максима? У меня благословение грамоты от митрополита. Вот он... Нет, так нельзя. О, он. Что он не считает? У меня благословение епископа, митрополита, в писанном виде, с печатью, как это так, епископа? А я его не буду признавать епископом, а только буду называть какого-нибудь там Тюменского. Так нельзя. Епископы все благодатны. Он не прав. Не прав, да? У меня единственный я, мирянин, который имеет благословенную грамоту на проповедь от митрополита Виталия. Которого нету? А? Которого нету? Ну да, конечно нет, он умер. Но он же был жив, когда давал благословение. Ну, понятно. Епископ Максим, это сказать, и в тихий он живой. У меня на книгах его благословение на трехтомниках, на симфонии. Ну, и в тихий он все-таки... Как? Другая благодать у него? Нет, не другая благодать. Другой человек. Он хороший человек. Я когда спросил один священник, скажите, а вы знаете такого епископа, который побор не делал бы, не душил бы священникам? Давай, давай, давай. Я говорю, знай одного. Епископа в тихий. И я еще одного знал. У него даже носков нету. Он никогда ни рубля не требовал. Я конкретно знаю. Епископ наш в тихий такой, каких еще поискать надо. А почему таких не все? Ну, знаете, на все вопросы вот такие допустим. А вот смотрите, апостолов 12, да? Да. Из них один Иуда. Это евангельское число. А сейчас епископов с 300, один только не имеет носков. Почему так? Вопрос. Васечка, в тупик ставишь сам себя. Да? Добавлю. Но я говорю о том, что я счастлив, что мы и такого епископа имели. А если бы был Максим, у нас бы деревни не было, занятий в университетах не было, детского лагеря не было, он всего уничтожил в течение одного месяца. Представьте себе, вот я вам отвечаю конкретно, я веду занятия в университетах, в пяти университетах. Я нисколько не прибавлю, если скажу больше меня, в Советском Союзе никто не проповедовал. Почему? В первую очередь, все воинские части края, во всех отделах милиции и краевом УВД и городском, регулярно при том, регулярно, теперь, примерно 22 школы, во всех техниках, на всех заводах, на всех фабриках, какие предприятия есть, в КГБ, в прокуратуре, в судах. Я 16-18 часов в день проповедовал, и три радиопрограммы еженедельные веду, одна часовая в открытом эфире. Сейчас закончу эту мысль. Но можно было прислушаться. Я же веду занятия и зову в церковь. В это время, где я веду 17 лет, он присылает секретаря Гончарова Сергея Михайловича с бумагой тайной от меня, а у меня там аренда помещения, чтобы мне отказали, а студентов 21 тысяча, от один из крупнейших государственных вузов в Сибири. Но ректор и проректор на моей стороне. Проректор приходит на занятия, Борис Васильевич Семкин, и говорит, неприятное известие, приходили с епархией, бумагу принесли, чтобы мы вам отказали, вас выгнали. Я им сказал, почему? Лапкин у нас 15 лет ведет занятия, ни одного замечания, деньги не берет. Я понимаю, тут конкретная книга, я взял 13-й дом, это книга, я считаю, я засчитываюсь, это энциклопедия. Почему у вас еще нет? Почему вы детьми не занимаетесь? Я пошел к ректору, а ректора в это время не было. Секретарь говорит, я попрошу, чтобы копию сняли. Но он ее взял, видно, и сразу порвал. Он разгневался, как на них. Я сказал, теперь в епархии, скажите, Максиму я дорогу перешел, я веду занятия, Максим еще в Тобольске, еще там, яромонахом, я веду занятия, веду занятия уже 41 год. Он не дня, он пришлез на наши территории. И он меня теперь вышибает с десятками, сотнями людей на улицу. Ему вообще там никакого труда нет. А ректор говорит, ему нужна аудитория рядом, вот еще больше две, бери любую. Зачем он это делал? Это даже подленкой назвать нельзя. Я написал, он должен передо мной встать на колени и просить прощения. Это сотни людей он обезглавил было. Но когда до дела дошел, он по пятну и дал, и заглох опять. Теперь я ему все это напоминаю. Для чего вы сделали? Дайте объяснение, скажите. Вы лучше у меня писание знаете. Но первая встреча была такая. Когда мы с ним встретились, а два заслуженных порта Иерея рядом внутри благощины, он встал, вот такой веселый, руку прижал, меня потом обнял, поцеловал. Это вы и есть, Игнатий. Я столько о вас слышал в Тобольске. То другое-то. Дальше как подменили его. Он дал благословение на издание от симфонии, его там стоит благословение. И на этом закончились все встречи. Мы ни разу не встречались. Я ни разу про него говорил, но у него ума хватило, на меня в печать не наехать. Тот епископ три раза на меня в печать я наезжал и три раза попросил прощения прямо в печати. Тот был простой такой. А этот из-под тишка. И священник один говорит, ни одного нету, говорит, у нас вепархиального собрания, которое не начиналось бы епископом про вас и вами бы не закончилось. Но иногда он говорит, забудется и говорит, я вас научу, вы будете брать пример Слабкина. Посмотрите, как у него люди писание знают. Посмотрите, как люди одеты, как себя ведут. Что вы делаете? Я в священниках, каждый пятый священник вепархии запрещенной. За пьянку, за разврат. Пятый, каждый пятый. И когда до дела дойдет, а у нас был тогда Гедеон, мы уже слышали, Докухин, он потом в Ставропольске был, митрополитный. Ипархия тогда была Алтай, Новосибирск, Кемеровская, Красноярский край, Тувай, Тунский. Вот какая одна ипархия была. И он служил у нас 13 лет. Мы с ним часами беседовали, сражались. И когда он в Товольске прощался, говорит, я 13 лет был в Сибири. Все вы лицемеры. У меня, говорит, только один человек был, который мне правду в глаза говорил. Вот и все. В судный день Господь покажет, кто тебя больше всех любил. Не тот рубль, кто медом мажет, а кто правду в глаза скажет. Я ему все абсолютно говорил. И он это припомнил в день расставания, уже без меня, а мне потом передали. Вы, наверное, сугубо молитесь за епископа Максима. Сугубо молитесь. Мы молимся всех каждый день. За патриархию, оно как Бог примет. Потому что мне показалось у вас к нему какое-то чувство. Никакого нет общения вообще. Он просто под благословение подошел, отошел. Чувства, чувства, нет, в нем какое-то... Ну такое, скажите, допустим, он вышивает сотни людей на улицу. Притом никакой причины нет, кроме ненависти. Вот последний раз были, когда я сказал, допустим, ну вы знаете людей, которые ко мне не расположены, допустим, священники и епископы. Соберите их всех, возьмите мои книги на анализ. И тут же сидят все священники. И я перед вами перестану на суд консистории, на суд синода. И вы давайте меня разберите. Но ведь 10 лет книги идут по всему миру. Они и в Греции, и в Канаде, и в Америке, и в Израиле. Ни одного возражения нету. А батюшка говорит, отец мой, ну брат мой, он говорит, на первой странице, на последний адрес Игнатия. Ну вы напишите свое несогласие, когда священники там. Ни одного батюшка, ну это что-то говорит. Да если я с чем-то не согласен, я люблю православие. Десятки аннотаций на одну статью. Ни одной, ни от кого. Я понимаю, что это человеческая зависть. Вот заметьте, зависть это такая часть, которая не сознается людьми. И написано, Пилат знал, что предали из зависти. Пилат знал, а они не знали, эти первые священники. Священники не знали, что они Христу завидуют. А что ему завидовать? Он плотник, у него образование. Пилат знал. И написано, братья предали Иосифа из зависти. А что завидуют? Я когда он, считай, почти самый младший был. А его больше любил. Я сказал, батюшка, собрались священники, я говорю, не завидуют. Батюшка, я сказал, знаете как, не в обиду. Я говорю, потому что вы бесталантные. А почему? Потому что вы все просеете через сито, а угодно епископу или нет. А Бог не может трудиться там, чтобы Дух Святоч перепрыгивал через что-то. Где Дух Господень, там свобода, там талант. Вы таланты, большие свои, погубили страхом перед епископом. А епископ боится, чтобы его не струнули. Представьте, я приношу подарки. Вот сейчас были мы в Тульское. Священник меня соединяет с митрополитом. Я разговариваю с митрополитом. Владыка, мы вот приезжие такие, я хотел вам подарить книги, трехтомник, которые подарили ему патриарху Кириллу, Путину и Медведеву. И там, для слова Божия нет уст, там книги, ну подарочные, золотые, с закладками. Там просто не выскажешь, какие они хорошие. 240 иллюстраций только в ней. Впервые мы раскрасили Густава Дорет. Он под разными отнекивался, встречи нет. В Омске. Пока мы сидели там внизу, и партийальный секретарь на нашей стороне полностью. Как будто мы с ним давнищими друзья. Понимаете, он такой подошел, ну сказали, оборстили его там или как. Но он, так, я сейчас к епископу, я к митрополиту, сейчас, нет, ушел с концом. Нам идти ехать надо. Ушел с концом. Тогда я посылаю еще одного священника. Ну идите, узнаете, мы ждем 30 минут. Мы не можем больше. У меня в следующий город библиотека закрывается, мне надо в степи целый день сидеть где-то. Потому что раньше не откроются. Не вышли. Я эти книги забрал под мышки, так и ушли. И этому, ни к одному епископу, митрополиту за всю дорогу не могли пробиться. Я не должен думать, или что? Они далеки от народа, батюшка. Настолько далеки, он народ ненужен. Совсем. Я к любому начальнику, граноначальнику пробиваюсь, ну где бы ни было, он даже, там генералы там все сидят вместе, глава города нашего, губернатор, я уеду, он встает, этот ректор обнимет меня и даже поцелует и говорит, я преклоняюсь перед этим человеком. А там у него полный зал профессоров. К епископу не могу даже бумагу передать. Некоторые говорят, ну они вас знают, опасаются, чтобы через вас ему что-то... Ну другие меня совсем не знают, ничего не считали. Отношения одинаковые. С простой бабушкой, слепой, с нищенкой он будет беседовать. А он на подсознательном уровне понимает, а ну я ему что-то скажу, а я скажу. Потому что я услышал голос Божий, который Бог сказал Иеремии, говори, не малодушенствуй, чтобы я не поразил тебя. Я епископам говорю все. Я им говорю, есть такая книга, настольная книга священнослужителей, третий том, шестьсот первая страница. Их сразу вот так, как страница, это шестьсот первая. А это говорит Серафим Саровский. Где святых там? Серафим Саровский. Я три дня и три ночи убогий Серафим умолял Бога Всевышнего о русских священниках и архиериях. То есть целенаправленная молитва была не о России, не о царях, а только. И через три дня Бог заговорил. Ну не написано как, заговорил, но заговорил так, что он мог написать прямую речь в кавычке. И Бог сказал, не пощажу и не помилуй, как будто ни одного спасенного нет. И дальше. Многоточие. Что там было неизвестно. Ибо вымыслами человеческими заменили истину Божию. Кавычки закрыты. Это выпустила патриархия по благословению патриарха Пинина. У меня один священник говорит, а там, говорит, жидовьё всё захватило. Как они могли пропустить такое написанное? Вот штука-то какая. Да какой же давёт. Деньги везде правят. Золотой телец стоит везде. Золотой телец везде. Да. Ну, чего притворяться-то? Батюшка, потихоньку говорите. А то телец замыщит. Ничего не сделаешь, батюшка, и всё равно можно трудиться. Вот он не принялся. Если бы я здесь жил, я бы сделал вторую, третью попытку через священников. Вот целую акцию я разрабатываю. Акцию. Священники приезжают в определённый день. Я узнал, когда на исповедь. Момент. Мы в разные машины загружаем Новое Завето. К истинному, вот это, для слова Божия нету. Расставляем людей. И в один день, вечером, когда священники там уже всё это прошло, я подарил 125 комплектов священникам. Подарил. И за два года мы подарили на 1 миллион 100 тысяч. А у меня ничего нет. И один священник, только один. Выходит, это, Завьялова, Гридин, отец Александр. И вот он проповедь начинает. А он не умеет, говорит, проповедь. Но тут у него проповедь получилась. Братья и сёстры, вот у нас в храме сегодня тепло. Бабушке, такой простой вопрос. Тепло, батюшка, спаси Христос. Так это Игнатий Лапкин подарил мне три тома. Я их сегодня сжёг в котельной. Евангелие. Поэтому у нас тепло. И говорит в Писании, говорит, стыдятся ли они, делая зло? Не стыдятся, говорит, но и похваляются. Я патриарху это всё написал. Как кто вашим именем прикрывается? И что, от меня имел плохое что-то? Нет. Он выходит и говорит, понимаете, к нам приезжают люди, борода отпустили, с поясами, как американские шпионы, кто у них книги брал на исповедь. Причащать не буду. Батюшке, причащать с тем игра, это самая страшная игра. Не отдашь? А тот, который без десмента, он говорит, я ещё буду отдавать. Не пошёл, сейчас никуда не ходит. Он просто не пошёл, вообще я тебе пупу буду отдавать, ты мне не давал книги. А я говорю, считай, я впервые получил ответ на эти все вопросы. И батюшка, а батюшка мог бы открыть книгу, сказать, ты дай, сестра, посчитай, я тебе верну. Ну, просчитал, а вот не так. Вот смотри, Игнатий говорит против Евангелия, это не так. Да батюшка, тебе же шанс-то какой дан обличить было. А я взял, сжёг. Да ты и меня мог сжечь. А он не знает, что 36 глава пророка Иеремии написана, там царь, когда пророк Иеремии написал, ему он сидел, говорит, ножичком отрезал и в жаровне бросал. Ему куплет прочитают, он отрежет, в жаровне бросит. Это всё было. Иеремия 36 глава. Ну, значит, ты уподобился царю Иоакиму, которого ждало пленение, а Бог сказал Иеремии, говорит, напиши, что было, ещё добавь. Он сжёг это, а ещё и сдал книгу. Сверх этой. Я говорю, батюшки, вы бесталантны, потому что Богу не даёте вас таланту развиться. А Бог не может действовать в страхе, где Дух Господень, там свобода. Я представил себя Богу, Господи, говори, что скажешь, я пойду и донесу до них. А тебе за это ввод попадёт, а мне не надо об этом думать. Как говорят, ребёнка накажи, он из дома бежит. Я говорю, вот это ты зря рассуждаешь. Ты должен наказать его. А ответственность Бог берёт на себя. Да вина не истится, да заберут. Зачем ты раньше Бога не забегаешь вперёд? Он, может быть, не убежит и вразумится. Написано, не жалею розги. Бог повелел так. Согружай ребра. Да, пока оно молодо. Альминь. Вот, читать ваши книги, я считаю, конечно, ну, может быть, для людей, не для всех это вместимо. Потому что люди не читают Игнатия Бринчанинова, Иоанна Кронштадтского не читают. А вот когда мне говорят, что я там читаю Игнатия Лавкина, ну, у меня в душе возникает недоумение. И этот человек, который читает Игнатия Лавкина, он не знает, что пишет Иоанн Кронштадтский, что пишет Игнатий Святитель, Феофан Затворник. А Игнатий читает... Так лучше вообще ничего не читаешь. Я поясню. Вы сходите Игнатия Лавкина. Они считаем в то время, когда Ян Затаус говорил. Меня судили, когда я говорю, скажите, вы меня судите, я Затаус насчитал. Но если Затаус бы сегодня жил, вы бы его тоже со мной судили. Так вот я теперь хочу пояснить, как Ян Затаус говорил о нищем, который культяпку показывал. Но его нету. Я теперь считаю Затауста, он его никого не трогает. Но я когда стал говорить, как ельцинская команда обобрала Россию и в Израиль загнала 320 миллиардов долларов, и они оголили всю страну, меня сразу хватает за шкирку. Я слова Затауста только притягиваю на сегодняшний день, даю свою интерпретацию. Вот в чем дело. Моего там, батюшка, совсем мало. Я показываю, чтобы Слово Божие заговорило с нами. А тогда и Феофан-Затворник идет. А Феофан-Затворник, между прочим, не хвалил вас. Я спрашиваю, ты какую последнюю книгу -то прочитал? До Игнатия Лапкина говорят, три поросенка последняя книга была. Вот понимаете? Не, так слава Богу, что он хоть что-то прочитал. Господи. Никто ничего не читает. Сейчас все смотрят телевизор. Спасибо, Господи. Все. Так, отцы, если ваш путь Бог проложит в наши края, вы помните, вы всегда желанные гости. И стол, и дом для вас готовы. Вы на улице не будете ночевать у нас? Не, я буду там, как это, за то, что бороду поставил. Я говорю о том, что напоить, накормить. Понятно. И в коридор. И наши люди с уважением подойдут под благословение, и у нас зазрения нет. Мы говорим о том, что должно бы как поступать. Батюшки, вот почему вы такие вот сильные люди, вот Михалыч, вот Володя, вот братья. У меня мама умерла, у нас дом сгорел. И я вот к Андрею Михайловичу приходила, вот изучала Библию. Он нам вот проповедовал, рассказывал, все. И моментом я упала, все. Вообще, есть ли что-нибудь, такой вопрос сразу возле. Вот знаете, вот все. Вера кончилась. Да, внутри у меня все оборвалось. Все. Ну, где? Вот, что, вот как? Откуда вот вы... Не обичивая человек. А? Не обичивая человек. Вот я Михалычу сказала, что оба... Да или нет, скажи это. Да или нет. Я отлично сейчас вам, но только заранее... Я не обижусь. Заранее вам это... Я не обижусь на вас. Заранее хочу ров вырыть, чтобы вы туда не упали. Давайте. Не обичивая? Нет, нет, нет. Вы только знайте, что обида, это не христианское свойство. Это однозначно. Потому что отвергнешь себя, отвергнулся себя, моя умерла, и вот это другое. Это от вас только зависит. Никого не надо обвинять. Есть такой фильм, дочь президента там играет этот, Табаков. И там один пацанинок толстый такой, он говорит, ты в это время там вот не разговаривай. А он говорит, в голове у меня хрустит. Я говорю, что у тебя может там хрустеть-то? Сам на своего сына. Так и здесь, что могло у вас оторваться и пасть, если там не было самой основы? Вы думали, что да, верили-то так просто, от веры не отпадают. При испытании вера только упрямляет человека. И когда говорят, я веровал, я ходил, а вот папа встретил, он там поросенка в пост съест, да ты в папа верил, а какой Господь говорит, во мне неправду нашли? И поэтому, если вот так случилось, здесь никто не инноват. Вы на что-то надеялись, оно как будто ниточкой такой паутиновой держалось, а тут случай представился и оборвано. И вы сегодня уже переформатируете, как Патриар сказал, сознание, и скажите, я виновата. А через то, что вы увидели, узнали, вы должны были укрепиться. А как? Маленький такой рассказ. Один русский человек дружил с евреем. Ну и еврею все рассказывал о Христе, о церкви. И он уже начал, было Авраам склоняться, а потом говорит, знаешь, я хотел в Рим съездить. Посмотреть своими глазами, и тогда уж это немало решений, должен я прийти, жилу привезти. Когда он уехал, он понял, что потерял товарища. А в Риме, в это время, он такая ваханалия была, шапками разбрасывались, кардинарскими. Такое взятощещество было. Ну, наконец, говорят, корабль швак был. Не в Москве, не в Москве, в Риме? В Риме. А я думал, в Москве. В Риме, в Риме. Третьего велом. И вот сказали, Авраам сходит, и он побежал к нему, думает, последний раз прощусь, и все. Он радостный, Никифор, готов принять крещение. Он говорит, когда ты в Риме-то был, был, и все видел. Все видел. И вот это слышал, да я не слышал, видел. И готов принять, да. Я, говорит, понял одно, что если вот при таком отношении священников, которые разврать, ищут, пьянствуют, и вера в людях, это значит настоящая божественная вера. Человеческое все рассыпалось. Если они не смогли разрушить, то значит это божественная вера. Это только Христос может эту веру создать такую. Ее ничто не может похолебать. Я сколько священников знаю, вы все вместе не знаете, даже они не знают. И мне один написал, ваше благо, что Игнатий знает только то, что за алтарем, а что в алтаре там два ведра окурок вымели сразу, и что антимин саблеванный лежит, а Игнатий про это не знает. Это пишет Сергий Бурдин, дьякон. Это ваше счастье не знает. Я говорю, если бы я знал, а на меня это никак не влияет. Я Бога славлю непрерывно за то, что понимаю и не понимаю, за хорошее и за плохое. Вы ответите за себя, я за себя. Но Бог нас создал так, чтобы мы были полезны друг для друга. Мы встретились, и чтобы круг нашего общения расширился, таланты наши разрослись. Вот для чего Бог нам и позволил родиться, может, не в одно время, а встретиться в одном доме. Матушка, не обиделась? Нет, нет, нет. Ну и правильно. Мне наоборот даже понравилось, что он теперь... На газону больше никогда не делай так. Вот так. Молодец. Это, знаете, Арсений Великий, он же был воспитатель царских детей, Гонорий Аркадий. А привычка-то осталась так. А ему, как сказать, самый великий в империи человек, воспитатель царских детей. Тогда два монаха говорят, давай, ты когда придем, ты могу так сделать, а я тебе скажу. А вот это поймет. И сказали, он потихоньку убрал, и он больше не стал делать. То есть... Мудрость. Мы очень рады, отцы. Искренне рады, что Господь позволил нам здесь побыть. Вот мы торопимся сейчас... Он хотел нас помыть сегодня. Да, и мы тоже торопимся. Мы тоже торопимся. Спасибо большое. Мы просим благословения, отцы. Благословите каждого из нас. Вы нас помолите за нас грешных. Спасибо, Христос. Батюшка, благословите. Я тоже путешествую сейчас. Давай, я подержу, а ты благословися, Батюшек. А вот благословлялся, и желает. Мы не говорили, Батюшенька, про которую мы говорили. Мы на той неделе домой приедем. Так что, следующий у нас Тюмень, Тобольск, и тогда по прямой уже идем. Остальные города мы уже обошли. Мы пускаем очень глубокие корни через книги. Когда люди там симфонии, Новый Завет, читают редко, но читают. Это везде я узнала. Бало того, книги воруют эти. Ключевое слово, читают редко. Но книги, которые воруют, это означает, это не просто книга, которые они нигде не могут взять. У меня есть 26-й том, это 300 поэтов России за 300 лет. Это не просто так. У вас говорили, простите, перебью, у вас говорили, есть Иоанна Златоуста в электронном виде. Да, конечно. А епаб есть формат? Там есть текстовый редактор, а есть епаб. Я спрошу, Сергей. То есть для Apple? Для Apple. Нет. У нас в PDF. Это все они мы открывали там, когда на храме. Нет, у меня я в епабе нашел 12 томов, но 4, 5, 6 том не открывается. Не открывается. Вы скачайте через конвертер. Через конвертер можете что-то... Нет, нет. Они Apple, они, знаете, они свое только... Ну, PDF читают? PDF читают. Ну, он под текстовым... Конвертирует. Да, а тут книга уже. Нет, под Apple мы ничего не делали. Мы делали там, под Windows там, в основном. Я хотела вот про братьев про наших у вас спросить. У нас братья вот никак не подружатся обратно. Подружатся. Они оболюют Господа. Мы суболеем очень из-за этого. Через это Господь показывает, что мы должны здесь молитвы соединять. Господь такое допускает. Здесь ничего нет. Заметьте, вот апостол Павел. Батюшки-то ушли, они это знают. Апостол Павел близкий был с Варнавой. Варнава его вел в круг общения. Но случилось, что у Варнавы племянник дорогой отстал Марк. Причина неизвестна. К мамке захотел или что. Но в следующее путешествие Павел говорит, не беру. Варнаву, говорит, братья с Павелом настолько сильно разошлись, что Варнава взял Марка, а Павел избрал силу. И Златоуз говорит, это хорошо, что два светильника в одном месте уже не светят, а в разных засияльных. Между Павелом и Варнавой очень сильно. И Петр, и Павел тоже столкнулись однажды. Но это их не разделило. Они разные люди. То есть Петр простой рыбак, а Павел мог стать первосвященником. Бывает на мелочи. У нас с дорогой тоже бывает что-то. Но я пилю, пилю и допилю. Павел говорит, что ты пилю. Мы сегодня, я сказал, ты отдыхаешь. Сегодня я за него взялся. И бывает незначительно сегодня. Ни за чего. Телефон, он говорит, 931. Я говорю, а ты считай, как раньше на ключе, 931 по одному. А дальше начали говорить. Я говорю, все цифры, австралифорные аппараты на одной цифре работают. Ну а дальше через это мы начали. Что означает малодушие? Дальше, что означает невнимательность? А я услышал характеристику человеку, дают мама, допустим. И дальше мы строго по писанию начали разбирать. Теперь, прости, Господи, мы пришли к единомыслию. Нам стало хорошо. Так, мы уже уезжаем. Володя, выводи нас. Дайдите вы. Милаш, попроси, у него вот это. Говорит же там, я тебе сам подарю. Да? Конечно. У нас есть и все книги, которые... На цели книги есть. А Лена-то была, нет это? Так это я. А вы меня не знали. Я ее узнал. Ну и когда приедешь? Ну не знаю, когда теперь. А Лето, мы не смогли приехать? Нет, не получилось у меня. Мы, видите, хотим... А мы молимся когда-то за вас. Игнатий Конович, а вот как вы, скажите, ребенка взять, въемного, девочка? Молодего. Молодего. Послушайте, не берите. Пока не берите. Да. Помните, хорошенье, хорошенье. Но не найдете происхождение. И будет такое, лучше не брать, нежели поддержать и сголовить вас. Заботьтесь, помогайте. Вам хватит. Поспитывать, как вы хотите, не дадут. Тем более, вина не носится, порог уже сущится. И вы такой, бедуна, живете и все свои детей потеряете. И будут придираться, где надо и не надо. Вы спросили, что я вам дал. Вы можете 10 лет взять. Не берите, определенно. Помогайте, ходите, лишнее там где-то, что-то... Это накладывает такую на вас обязанность, что вы будете к миру... Брать для того, чтобы на небо возвести. Жили бы где-то, где-то подошли. Не дадут. Я знаю, которые брали, где практически 5-го положить. Положите там, где вы как. Ну, просто... Ну, просто... Ну, вчерка. Третью минуту 50. Все. Так ты говорят, что, болеть хочешь? Не, не хочется. Если ко мне приедешь, болеть не будешь. У нас ребятишки вот такие учатся и на коне ездить, и на лодках плавать. А юля? Купаются каждый день. Ягоды собирают где-то. Ну, если он не нарушает устав, его никто не нахаживает. Там 10 лет бывает, или еще нет. А он не боится, мама нахаживает. Ну, и вот не часто. Второго часто наказывают полигана. Вот, вот, вот. Это только каждый день получается. В углу стоит. Малой, сколько? Три. А этому? Семь. Семь. Стоятельно, все. Семь лет уже берем. Так что, если поедут... Ну, нынче, еще, говорю, тоже дело перевалило. До 3 августа у нас сегодня. А Нюра там была. Ты сколько раз была в лагере? Четыре. Сколько? Четыре? Четыре. Представь, сколько она за четыре года-то там захватила. В книгах ее фотографии там есть. Видели мы. Это у нас Нюра. Ну, ребята, поехали. Давайте, сандалик. Завтра я по дедуку. Я сейчас еще молоко вам привезу. Ребята, приезжай. В 10-м, примерно, октября. А с разной найдешь, что я. А я сейчас прийду. А я не подумал. Так. Папка у Сергея была. Серега, где папка? Папка. Папка, как там? Папка, как ты? Папка, молодец. Папка, молодец. Папка, молодец. Быстрее. Это левит не мало. Глубиной. 90ка. Стоит. Все. В этой траншейке. Разжигаем. Теперь сверху решетка. Под насcleем кастрюлю. Под решеткой. Ну, это из холодильника. У которой решетка. Упасили? И под нее приварены две арматурные палец толщиной, чтобы не провалилась. Вот так поперек. Разжигаешь. Ну прям совсем маленько. Все кипит и кипит. А то жар весь там. И она стоит на этих прям несколько бельях. Там совсем мало бросишь. Кипит и кипит и кипит. Опять уходя, опять все на месте. Землю сложили, затоптали. И не найдешь, где было. Ничего не повредили? Ничего не повредили, во-первых. Это дров очень мало. Да, оконах тепло не отдается. У нас все распределены. Полежали где-то. Моя обязанность пойти приготовить место туалета. Я копаю. И разжечь. Это мое. Все, выезжайте первые, пожалуйста. А то надо им в баню. Время много. Простите. А ты далеко от дома-то уезжал без мамы? Ты умеешь жить? Они были еще далекого-то. Ну ладно, с Богом. С Богом. Ну что Николай, выехай, чтобы можно было сесть. Поехали. Они сейчас выехают. Они нас выпустят. Так, Володя. Володя, как живешь-то? Слава Христу. Женемся. 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 Слава Христу.